Хотел бы подчеркнуть еще один, на мой взгляд, очень важный принципиальный момент, который красной нитью прошел через это послание. А именно тот факт, что Россия не намерена демонстрировать свою силу за счет, прежде всего, оружия, а бороться и отстаивать свой суверенитет за счет мирного сотрудничества с другими странами, развития экономики и торговли со всеми нашими соседями. Я думаю, что это важно и очень принципиально. Это, с одной стороны, политика в отношении регионов. Президент высказал несколько идей, в частности, новые преференции регионам, связанными с созданием региональной политики поддержки производства, создания новых производств, новых рабочих мест. Президент в очередной раз подчеркнул, что наращивание регионами своей доходной части бюджета не должно сказываться через уменьшение федеральных трансфертов на другие цели. Наш как раз край от этого страдает. И поэтому я с особым чувством слушал именно этот фрагмент. И в целом ситуация повышения ответственности регионов, но вместе с тем повышение самостоятельности, в том числе в налоговой политике, в промышленной политике, инвестиционной. Это очень важное направление. Ну и, конечно, переход к экономике. Президент России, не скрывая, что непростое положение, но вместе с тем оно не критично, не драматично. Он подчеркнул необходимость поддержания людей с достаточно малым уровнем жизни, да, значит, людей с ограниченными возможностями, людей старшего возраста. Это тоже нашло свое отражение. И немаловажно, что в ходе своего послания он давал поручения как силовому блоку, правоохранительным органам, так и блоку экономическому. И в конечном итоге правительству Российской Федерации, что не все сделано, есть над чем работать. Для меня реально было очень приятно, что, наконец, было озвучено, что необходимо повышать доверие между бизнесом и властью. Это то, чего сегодня не хватает, потому что я глубоко убежден в том, что доверие – это вообще экономическая субстанция. Если есть доверие между субъектами экономики, тогда экономика развивается. Нам сегодня очень сильно не хватает доверия между властью и бизнесом. И то, что сегодня об этом говорится, говорится о том, что не будут повышать налоги, будут создаваться максимально комфортные стоимости для бизнеса. Нам сегодня это очень-очень важно. Общее впечатление именно такое, что в суровых, жестких условиях борьбы с террором, в сложной геополитической ситуации мы вынуждены принимать определенные меры, такие как борьба с коррупцией, развитие экономики. То есть мы сейчас не можем расслабляться. Это время концентрации всей нации, всей нашей нации, всего народа. Это время объединиться. Не зря он заканчивает цитатой из Менделеева о важности единства народа, нации, семьи, о важности семейных ценностей.